Всем привет! Меня зовут Вика, я дизайнер интерьера и декоратор. И это наше традиционное пятничное видео про уют, дизайн, цветовые сочетания и все, что нас окружает красивое. Небольшое лирическое отступление. У меня сейчас новая камера, и я пока что с ней знакомлюсь. Это первое видео, которое я буду на нее снимать и выгружать на YouTube, поэтому если где-то будут какие-то пересветы, тени или что-то не в фокусе, но вдруг такое случится, я постараюсь на монтаже это исправить, но если что-то не получится при съемке, я заранее перед вами извиняюсь. В следующий раз все будет лучше, если вдруг будут какие-то косяки. Я устроила в сообществе YouTube голосование, проголосовала 652 человека на сегодняшний день, и 40% из них были за серый цвет. Я не хочу затрагивать теоретическую часть, говорить о хроматических, о хроматических цветах, о светлоте, о насыщенности, потому что такой информации очень много на просторах интернета, очень много на YouTube, также дизайнеры-блогеры об этом говорят. Я считаю, что это вы можете послушать у кого-то другого, и повторяться абсолютно не хочется, потому что знания, они теоретически, именно базовые, академические, из художественной школы, они одинаковые. Но кисть каждого художника рисует по-своему, поэтому сегодня о дизайне интерьера в сером цвете в моем прочтении. Я считаю, чтобы серый был гармоничен в интерьере, нужно создавать с ним контраста, нужно избегать плоских интерьеров. Что я под этим понимаю? Представьте ситуацию, едем мы по МКАДу, я говорю как житель Москвы, и я думаю, что в каждом регионе есть такая дорога, по которой ты едешь в феврале, в дождь, и вокруг все такое грязное, и машина грязная, и серость, и настроение не очень, и прямо все такое серое-серое-серое, и нету какой-то детали, которая сыграла бы на контрасте, чтобы наш взгляд за нее зацепился, и мы немножечко отдохнули от этой серости. Также точно в плоских интерьерах. Очень модно делать интерьеры в минимализме сейчас, где все такое серое и обезличенное. Но стоит туда добавить, например, черный цвет, интерьер уже нам кажется не плоским, а именно объемным, то есть как бы серый это фон, и что-то сыграло на контрасте. И так должно быть в каждом интерьере, если вы хотите серый цвет в свой дом, должен быть контраст. И это не обязательно черный цвет, это может быть какой-то яркий, например, красный, таракотовый, изумрудный, желтый в определенных оттенках, либо это может быть контраст по теплоте, то есть у вас серые стены и, например, натуральное дерево пол. Именно оттенок натурального дерева, и неважно, что это кварц, винил или ламинат. Это может быть контраст металлов. Если у вас серые стены, то здорово делать сантехнику бронзовую под патину, золотой, черный, то есть что-то, чтобы играло. Интерьер должен быть объемным, а не плоским, тогда это будет смотреться гармонично. Но если же мы в ванной, например, сделаем серые бетонные стены, и туда же хромированную сантехнику, и точно такой же у нас серый пол, и полотенца еще повесим серые, то это получится плоский интерьер. Но если мы туда, вот в него же прям добавим, например, натуральное дерево в столешнице, если мы туда добавим зелени, например, сухоцветы, эвкалипт, наши глаза будут отдыхать на таком интерьере. То есть мы видим серый фон и что-то контрастное. Когда вы приняли для себя решение, что вы хотите серый интерьер, и что вы хотите именно таким цветом, например, покрасить стены, или у вас будет такая мебель, всегда очень сложно выбрать оттенок. И я вас очень хорошо понимаю, потому что даже дизайнерам бывает сложно выбрать оттенок для вашего интерьера. Показываю оттенки пробных выкрасов, которые у меня есть. Это краска Little Green, и это далеко не весь серый, который есть Little Green. Вот еще, например, серый. И еще изобретаются новые цвета, появляются, поэтому серого огромное количество. Как же выбрать тот самый ваш оттенок? Первое, из чего нужно исходить, это из своих визуальных предпочтений. Например, я понимаю, что я не хочу светлый серый. Я хотела бы больше темный интерьер, мне было бы в нем жить комфортнее. Поэтому я, например, убираю все светлые тона. Определилась, что мне больше нравится темный серый. Также вы можете определиться, что вам больше нравится светлый или темный. И, соответственно, вы уже убираете все светлые или все темные. Я понимаю, что, например, вот этот оттенок как-то отдает даже немножечко в бирюзу, что ли. Но тут есть какая-то примя синего либо зеленого к нему. Я его убираю, мне он не очень, например, нравится. Я понимаю, что вот этот для меня по-прежнему светлый. Тоже его убираю. Дальше остались вот эти. Вот этот тоже похож на тот, который я убрала в начале. Тоже что-то в нем зеленый и синий немножечко примешно. Оставляю вот эти. Этот вот тоже какой-то холодный. Убираю. Остались два цвета, которые более-менее похожи друг на друга, но при этом они разные. Я иду и покупаю маленькие баночки пробных выкрасов. Когда это у вас премиальная краска подороже, такая, например, как Little Green, конечно, это сделать проще. Потому что такие вот маленькие баночки, которые там стоят примерно 500 рублей, они продаются. Вы можете попробовать и покрасить свои стены. Когда у вас Дюлакс или Тикурила, и вы покупаете в Леруа, в Обе, в Косторами и в таких вот магазинах строительных больших, к сожалению, вам придется такие вот, ну, самые маленькие, там, по-моему, литровые банки покупать. Это не очень выгодно. Но есть, например, магазины Дюлакс официальные, которые предоставляют тоже пробные выкрасы, которые не содержат в себе свойств краски. То есть, это только пигмент. Стоит только забить в гугле пробники Тикурила или Дюлакс, и я уверена, что вы их найдете, потому что я их находила, я их привозила на свои объекты, когда заказчики хотели именно дешевой краской. Дальше я беру либо ватман покупаю, либо кусок ГКЛ отрезаю. Наверняка у вас в ремонте есть гипсокартон, и вы просто от него отрезаете маленький кусочек. И дальше, если это ватман, то я ватман могу приклеить к стене скотчем. Если это ГКЛ, то я просто крашу ГКЛ и приставляю к той стене, где будет этот как раз у меня цвет покрашен. Покрасили, например, ватман этим цветом и другой ватман этим цветом. На одну стену разместили. И дальше вам нужно посмотреть, насколько вам комфортно в большом масштабе смотреть на этот цвет. Желательно, конечно, побыть на объекте в разное время суток, посветить фонариком телефона, посмотреть, как при освещении этот цвет у вас работает и как вы его воспринимаете. Очень часто такое бывает, что вот так вот нам нравится. Когда мы покрасим это уже на объекте, цвет абсолютно становится другим. То есть тут у нас в руках он такой, но когда у нас окна выходят на юг, на север, на восток или на запад, он может стать у нас, грубо говоря, вот таким вот. Что касается стороны света, проще всего сказать, и я думаю, что так многие действуют, когда, например, окна выходят на юг, и у вас очень много света яркого, солнечного, то советуют дизайнеры выбирать похолоднее оттенки серого, чтобы была гармония. У вас светит солнечный свет и холодные стены, тогда вроде как гармония есть. А когда у вас окна выходят на север, соответственно, дизайнеры обычно предлагают потеплее серые оттенки, которые уходят немножечко в бежевый и в розовый, может быть, в оливковый цвет чуть-чуть они отдают, чтобы было вам комфортнее. Потому что и так мало света, северная сторона, и хочется больше тепла, и советую, конечно, добавлять каких-то желтых, например, акцентов в этот интерьер серый. Но бывает такое, и у меня такое было на практике, что людям, даже у которых окна выходят на север, им все равно нравятся холодные серые оттенки. Тогда какой смысл им предлагать, например, делать вот такое? Поэтому, если вы хотите такой серый оттенок, делайте его. Просто потом в мебели и в акцентах добавьте больше натурального дерева. Сейчас у меня тут все рядом, все покажу. Вот, например, такие серые стены и натуральное дерево добавляете. Это может быть оттенок вашего пола, это может быть оттенок вашей мебели. Можно добавить даже темное дерево, главное, чтобы это был теплый оттенок. Но, например, пол не делайте серым ламинатом, таким холодным цветом. Лейка тут наполнена водой. Там можно добавлять золотой. В общем, грубо говоря, если у вас окна выходят на север, делайте серый, который вам нравится. Но просто в акцентах добавляйте именно теплоты. То есть не нужно делать так, что если вы стены покрасили холодным серым оттенком, окна у вас выходят на север, и вы такие добавляете туда еще, например, серые акценты. Вот, например, такой оттенок будет хорошо. Да, если у вас такой будет таракотовый бархатный диван и серые холодные стены, даже если окна у вас выходят на север, у вас будет все равно красиво, гармонично, уютно. Поэтому на вопрос, как выбрать серый, я считаю, что первое, нужно отсеять все, что вам не нравится, и оставить те оттенки, которые вам приятны, именно вот вам, как вот вы на них смотрите, в каталоге даже, в веере выкрасов, вы на них смотрите, и вам должно быть приятно. Это первое ключевое. И второе, делать пробные выкрасы на объекте. Я считаю, что хорошая и обоснованная причина, почему можно полюбить серый цвет, это то, что на его фоне выгодно смотрится все другое. Как мне кажется, если на белом фоне мы видим любой предмет, как на чистом белом листе, то есть просто вот предмет, как он есть, то, например, на сером фоне, мне кажется, что этого предмета можно подчеркнуть какой-то его статус, грубо говоря. На сером фоне намного интереснее смотрится вот это, чем, например, на белом фоне. То есть на белом фоне это обычно, это как оно есть. Да, это тоже красиво, никто не спорит, но это вот как должно быть. То есть белый фон, это как, знаете, фон для фотографии этого предмета. А серый фон, причем любой, наверное, оттенок, какой мы с вами не возьмем, давайте возьмем вот такой вот, посмотрим, посветлее немножечко, или даже вот такой вот темный. То есть мы можем подчеркнуть тенями и контрастом, какой красоты этот предмет. Ну вот, например, моя любимая художница Кейт Берген и ее прекрасные картины. Посмотрите на фон, это разные оттенки серого, немного есть серо-бежевый, даже тон, да, бежевый немножечко примешивается. Но в основном, если вот смотреть плоско на эту всю картину, это серый цвет, и на сером фоне играет намного лучше и выгоднее каждый другой цвет, который есть на этой картине. Вы знаете, моя любовь к белому фону, потому что это нейтральное, из этого можно слепить абсолютно любой интерьер. Но я хочу сказать, что и серому можно слепить тоже все, что угодно, и это тоже хороший фон, но в отличие от белого, он как бы показывает нам статусность других оттенков, то есть он подчеркивает их красоту. Но в серый интерьер можно поставить и серый диван. У меня, например, был случай, когда я поехала в Питер записывать свой курс по декорированию. Я сняла там квартиру, в которой были светло-серые стены, при этом темный серый диван, темные серые графитовые просто шторы на окнах, и все было абсолютно серое, но разное по контрасту, по насыщенности. Добавляя разные оттенки, я показывала, насколько разнообразным можно сделать обычный серый интерьер, в котором только серые цвета. Я показывала, как можно попасть абсолютно в другое помещение, находясь все в том же, просто сменив декорации. Предвосхищаю ваш вопрос в комментариях, курс я еще пишу, монтирую, но уже все близится к финалу, поэтому о его выходе, конечно же, я тут объявлю, на сайте объявлю, в инстаграме объявлю и везде вам о нем расскажу. И последнее на сегодня основополагающее, как мне кажется, это цветовые сочетания. Вы знаете, что в инстаграме у меня есть в актуальных рубриках цветовые сочетания, где я что-то фотографирую, что вижу, поэтому мы с вами пойдем по моим фотографиям. Вот, например, такое выставляло цветовое сочетание, когда мы летели из Крыма, небо, самолет, самолет на закате, в общем, очень-очень было красиво. И здесь серые оттенки и с холодным голубым, и с персиковым, и с бежевым. И получилось так, что из этого цветового сочетания у нас выливаются не только просто персиковое с серым, хотя персиковое с серым это тоже очень красиво. Нежный пастельный розовый, можно где-то сказать, что это грязный оттенок розового, плюс желтый, желтый, который приглушенный, неяркий, с любыми оттенками серого будут смотреться очень хорошо. У нас могут быть такие стены, у нас могут быть такие детали. Например, у нас может быть горчичное кресло рядом с серой стеной, и на нем лежать розовая подушка. У девочки может быть в комнате что-нибудь розовое, причем розовое в любых оттенках, давайте, чтобы поярче было видно, оставлю вот этот. И мы добавляем серый, например, это могут быть розовые стены и серая мебель. И вот интерьер для пары интересно делать, когда вроде и женская энергия, и мужская энергия есть, потому что все-таки цвета, они тоже имеют половую принадлежность, как мне кажется. Следующее прекрасное цветовое сочетание, которое мне очень сильно нравится, это все оттенки серого, которые есть, и медь. Вообще, в принципе, медь это такой металл, который отличается от золота, потому что он больше уходит в красный, чем в желтый. Но медь и терракот серый, это так интересно и так благородно смотрится. Но медный можно добавлять, например, в светильниках, очень много сейчас света у нас появилось медного. Медный можно добавлять в фурнитуру, медным мы можем сделать фартук на кухне, когда кухня сама серая. Либо, если малыми силами обходиться, то это, конечно, просто мебельные ручки. В общем, медь и серый, это очень красиво. Если мы делаем сочетание серого, темного, например, и терракотового, очень благородно он делает интерьер. И я думаю, что вот в таком интерьере будет комфортно жить и мужчинам, не только женщинам. По моим ассоциациям, это цветовое сочетание подчеркивает статус того, кто живет в таком интерьере. Поэтому серый, темный и терракотовый я очень сильно люблю использовать. Кому цветовому сочетанию хорошо добавлять белый и черный. Получается тоже интересно, причем и в акцентах, и в мебели. Это, кстати говоря, хорошая основа для Urban Jungle. Только горшок я бы здесь делала уже не терракотовый, а, например, бронзовый или медный. Прям было бы здорово. Либо черный. Вот было бы хорошо. И мне нравятся серые терракотовые, когда еще в нем есть грязный розовый оттенок в очень маленьких количествах. Буквально там в подушках, например, в пледе или один маленький журнальный столик вот такого цвета. Вот по такой замечательной чайке из Ялты мы с вами смотрим. Это серый и желтый. Мне кажется, что это скандинавская такая классика, и это смотрится интересно. Причем с любым абсолютно серым, это может быть и темный цвет, как, например, да, мы на чайке с вами видим. Это могут быть светлые серые оттенки. И добавляем, например, туда белую мебель, либо мебель из натурального дерева. Если мы хотим создать с вами классику, и мы приверженцы барокко, ампира и таких вот красивых классических стилей, то несколько оттенков серого, бежевый такой красивый телесный цвет и белый будет смотреться очень благородно. И много стекла в этом интерьере. Цветовых сочетаний огромное количество, поэтому если вам все это очень нравится, то подписывайтесь на мой инстаграм и не пропускайте их. Камера, как всегда, разряжается в самый ответственный момент, когда я не успеваю еще с вами попрощаться. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, то ставьте лайк, пишите ваш добрый комментарий, делитесь видео с друзьями, что там еще нужно делать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видео в следующую пятницу. Всем пока! Волосик летит. И тогда так же точно... А про что я говорила? У меня даже нет ничего голубого. Вот у меня есть такой мышонок. Или вы решили добавить туда еще... Прости, мышонок. Бархатный таркотовый диван. Желтый. Да, правильно сказала. Либо диван хлопковый, темно-серый, на котором лежит... Дарсюша, сейчас тебя открою. Плотный-плотный такой хлобок. 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 Хлобушек.